Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Я начал жить новой жизнью, я начал общаться с ребятами, я начал знакомиться, я начал дружить. Безбарьерная среда расширяет границы. В Анапе развивают дайвинг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первые среди лучших. Анапские 11-классники возглавили шествие выпускников на губернаторском балу в Краснодаре. Настолько сильный уровень в этом году, что я сбилась со счетом. Первое, второе, третье и гран-при. Творческие коллективы «Анапа» собрали всю линейку наград на Всероссийском фестивале сотворения. Глава города-курорта Юрий Поляков потребовал от подчиненных тщательно следить за тем, как проходит курортный сезон. По его словам, они должны больше времени проводить вне кабинета, изучая ситуацию на месте. Также на контроле текущие вопросы. Сдача в эксплуатацию нового детского сада, ремонт еще в двух дошкольных учреждениях, строительство пристройки к школе номер 6. 36 административных протоколов – это результат недельной работы мобильных групп по контролю в сфере торговли. Глава муниципалитета Юрий Поляков поручил усилить контроль в Витязево, Суко и Станице-Благовещенской. Решения, которые принимают муниципальные власти, должны беспрекословно выполняться. У всех предпринимателей должны быть договоры на вывоз мусора. Вблизится разгар сезона. Еще одно поручение главы сотрудникам профильных управлений – больше времени проводить за сбором информации о нарушениях. Занимайтесь этими вопросами ежедневно. Работа должна быть системная у вас. Приехал откуда-то там, неизвестно откуда, поставил и торгует. Но ему все равно. Налоги, платежи, город, мусор – его ничего не интересует. С этим надо бороться. И каждый день отчет, каждый, где был в 9, 10, в 11, что видел. Фотография в 9, 10, а в 11. Собрались у Балмышева, рассмотрели управление все, где нужно в первую очередь убрать. Поехали, убрали все. Вместе с тем, на особом контроле главы работы по социальным объектам, по словам исполняющей обязанности заместителя главы Екатерины Боровской, уже в середине июля текущего года определится подрядчик на возведение пристроек в школе номер 6 на 400 мест. Также идет подготовка к строительству спорткомплекса при школе номер 21. На финальной стадии работы в детском саду Лазурный продолжается строительство детского сада «Орленок». С понедельника заходит в детский сад номер 35, это Юровка, подрядчики для того, чтобы делать фасад этого дошкольного учреждения по поручению депутата Государственной думы Ивана Ивановича Гимченко. Также буду эту информацию Юрию Фудоровичу вам предоставлять. Также глава поручил соблюдать график ремонта здания на Парковой, где будет находиться Анапский военкомат. По словам заместителя главы Валерия Королева, сейчас там идут работы по демонтажу конструкций, которые пришли в негодность. Ежедневно вывозится порядка 30 кубометров строительного мусора. По конструкторской части мы уже все обсудили, нам надо воплощать это все в жизнь, нам надо максимально стремиться к тому, чтобы быстрее до осени поставить крышу, то есть обезопасить его от тех осадков, которые есть. Сроки, который мы определили, в настоящее время выдерживается, и задача выполнится в полном виде. На этой неделе главным событием станет праздник «Алые паруса», он состоится уже завтра. Сегодня 40 анапских выпускников вернулись из Краснодара, где проходил губернаторский бал. Глава муниципалитета поблагодарил за работу всех, кто занимался подготовкой делегации и самого выезда. Теперь уже дома необходимо будет обеспечить как досуг, так и безопасность. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапские выпускники открыли шествие по центральной улице Краснодара. 40 юношей и девушек пригласили на губернаторский бал по итогам конкурсного отбора. Учитывались успехи в учебе, активная жизненная позиция, победы, достижения в школьных олимпиадах и спортивных соревнованиях. На площади наших ребят приветствовал и глава Анапы Юрий Поляков. Анапа! 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 Перед тем, как отправиться на губернаторский бал, 40 анапских выпускников, 20 пар усердно занимались хореографией. Помимо вальса, они освоили латиноамериканский танцы, а также танцы народов, живущих в Краснодарском крае. Девушки признавали, что мечтали о таком празднике. А юноши говорили о мероприятии, как и событии, которые они будут вспоминать всю жизнь и даже рассказывать о нем уже своим будущим детям. Центром событий стала площадь перед Законодательным собранием региона. Очень верю, что вы сможете сделать прорыв во многих отраслях нашей экономики и науки. Нашему краю, нашей стране нам нужен ваш талант, ваше умение, ваша активность, ваш острый ум. Мы ждем от вас открытий и новых прорывов. Будьте яркими и успешными! Ваше время пришло в добрый час, дорогие наши выпускники! Спасибо! Спасибо! Вам спасибо! Мы на вас надеемся! Дорогие ребята, верьте в себя. Вера – это основа успеха. Она преодолеет любые трудности. Объединит вместе с вами ваших единомышленников. Откроет новые пути и перспективы вашей жизни. Погружение в атмосферу дружбы и добра. Анапский давинг-центр «Акваглобус» провел День открытых дверей для ребят из социокультурного объединения «Открытые сердца». Центр уже не один год помогает людям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в социальной среде и укреплять здоровье. Помощь в организации Дня открытых дверей оказала городская администрация и местное отделение молодой гвардии. Почетным гостем мероприятия стал глава города Юрий Поляков. В этом году «Акваглобусу» исполняется 20 лет. Восемь из них – центр сотрудничает с фондом «Доступная среда». Людей с ограниченными возможностями бесплатно обучают дайвингу и реабилитационным погружениям. В числе первых, кто здесь получил реабилитационную помощь, стал анапчанин Никита Ванков. После травмы позвоночника он был парализован, но теперь функции организма частично восстановились. И все благодаря дайвингу, считает Никита. В марте 2012 года он возглавил местный фонд содействия программе «Доступная среда». Когда я попал сюда, когда я начал социально развиваться, когда я начал приобщаться к тому делу, который по своей сути недоступен для людей с ограниченными возможностями, я начал жить новой жизнью, я начал общаться с ребятами, я начал знакомиться, я начал дружить, заниматься новым спортом, интересным спортом. И вода – это моя среда, в которой я и получил травму, и потом, в которой я сейчас начинаю развиваться. И поэтому я однозначно знаю, я так считаю, и я всем говорю, и мы все вместе развиваем это дело, потому что это очень многим ребятам дает большое здоровье. Главе Анапы Юрию Полякову рассказали о работе и достижениях центра. Провели экскурсию по музею, все экспонаты которого – это артефакты с морского дна. Акваглобус в этом году запускает новый проект. По задумке организаторов, планируется открыть бесплатную секцию подводного плавания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Глава Анапы идею поддержал. Анапский дайв-центр – единственный на Черноморском побережье, где готовят инструкторов по парадайвингу. За семь лет отсюда вышли девять квалифицированных специалистов. Все они работают в разных регионах России. У нас люди с инвалидностью приобретают массу здоровья. С пониманием того, что мы как бы дружно все живем и работаем, это целое привлечение такой массы народу со всей России. Тем более мы уже к нам приезжают из Коми, из Ханты-Мансийска, из Воронежа, из Сочи. И это замечательно, что все тянутся к нам в клуб. Потому что люди вместе всегда равны и всегда они счастливы. Самое главное – это некая интеграция инвалидов в общество, чтобы любые мероприятия, они были как бы не только для людей с инвалидностью, но чтобы они включали в себя различные категории. Это прежде всего объединяет людей, это дает возможность как-то почувствовать себя наравне со всеми. И таким образом решается основная задача – интеграция инвалидов в общество. И на мой взгляд, данное мероприятие как раз служит этим целям прежде всего. Дайверы рассказали ребятам, как работает подводное оборудование и ответили на все интересующие вопросы. В среднем за сезон в Акваглобусе обучают парадайвингу по пять ребят. Главная миссия – это социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, помощь в поиске единомышленников и укрепление физического и психологического здоровья. Руслан Душевский, Анапа, регион. По поручению главы Анапы Юрия Полякова продолжаются прямые линии с его заместителями. 26 июня на вопросы, касающиеся сферы имущественных и правовых отношений, жилищной политики, архитектуры и градостроительной деятельности, ответит Анжела Студеникина. Звонить с 12 до 13 часов по телефону в Анапе 30307. По поручению главы города в Анапе освобождают проходы к морю от незаконной торговли. Совместные рейды управления торговлей, муниципального контроля и полиции ежедневно пресекают работу недобросовестных предпринимателей. Очередной рейд возглавил заместитель главы города Эдуард Балмышев. Витязева, проезд Скифский. На всем протяжении прохода к морю туристов сопровождает навязчивая, а главное, незаконная торговля. Сувениры, украшения, орехи, алкоголь и даже средства личной гигиены. А также большое предложение различных услуг. Плетение африканских косичек, временные тату. Ни один из владельцев точек разрешения на торговлю не имеет. Открыт вопрос и с санитарными книжками продавцов. Хотя о соблюдении санитарных норм говорить и не приходится. Многие товары отпускаются прямо с земли. Некоторые бизнесмены добровольно убирали свои точки с муниципальной земли. Другие попытались спрятать вывески и столы. Алкоголь в этом некапитальном павильоне реализуют незаконно. Но у предпринимателя свое мнение на этот счет. Вам ничего не говорите, что в стационаре нельзя торговать сила? А как сейчас у нас в фундаменте стоит? Да, вот в фундаменте. Вот у нас в фундаменте. Незнание закона по-прежнему от ответственности не освобождает. Как пояснили специалисты, алкогольная продукция может реализовываться только в стационарных капитальных магазинах. Наличия только фундамента недостаточно. На предпринимателя составили протокол, алкоголь изъяли. К нам сегодня присоединились сотрудники ГИБДД, которые наделены полномочиями штрафовать также. И помимо этого еще могут вывозить сразу. Если объекты бросают, наши нерадивые предприниматели, бизнесмены бросают объекты, они сразу тут же вывозят к себе, складируют, опечатывают. И дальнейшее уже потом принимается решение у них на административной комиссии. В ходе рейда было составлено 13 административных протоколов, вывезено 3 нестационарных объекта, изъято 185 литров алкогольной продукции. Рейдовые мероприятия будут продолжаться все лето. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапе завершился седьмой всероссийский фестиваль «Сотворение». Сотни ребят со всех уголков России прибыли показать свои таланты в разных направлениях искусства. В числе участников и анапские коллективы, которые в очередной раз одержали победу и принесли в копилку культурных побед города еще одно гран-при. Седьмой фестиваль «Конкурс искусств «Сотворение»» вновь на сцене городского театра. Сотни мальчишек и девчонок из разных городов в течение нескольких дней боролись за право стать лучшими в номинациях. Вокал, хореография, художественное слово, театр, инструментальное творчество. Этот проект открывает уникальную возможность творческим коллективам, группам и отдельным исполнителям проявить себя в традиционных и современных видах искусства. Настолько сильный уровень в этом году, что я сбилась со счета. Мне кажется, это один миг был. Настолько было интересно, что обычно, когда слабые коллективы, начинаешь смотреть, считать, когда закончится. А тут все на одном дыхании. В числе участников конкурса – театр-студия «Пигмалион» под руководством Александра Ребца. Театралы победили сразу в нескольких выступлениях. За постановку «Записка» ребята получили диплом лауреата третьей степени. За пластическую зарисовку на улицах Парижа – диплом лауреата первой степени. Кроме этого, отличились и чтецы. Владлена Бахалова и Даниил Кузовов получили дипломы лауреата второй степени. Тимур Атаманов – лауреата первой степени. Какие-то вещи для меня, например, открытие сегодня последнего номера «Пантомима» пластической. Она очень близка к такому Марсель Марсо. Там много чего есть. А в «Пигмалионе» тоже все, в «Пигмалионе», я имею в виду в записке, там тоже уже намечено, тоже есть перспектива. Но много еще есть чего делать. Завершился фестиваль грандиозным галоконцертом. Здесь же были подведены итоги. В этот раз сразу три обладателя гран-при. В их числе анапский образцовый танцевальный коллектив «Солнышко» под руководством заслуженных работников культуры Ивана и Галины Ивановых. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуры по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», «Анапа», «Самбурово», «254». Мы делаем спорт доступным.